В Люберцах отметили День России. Торжества прошли по всему городскому округу. Так, в Наташинском парке гостей праздника ждали мастер-классы и выставки. Паспорта вручили люберчанам, достигшим возраста 14 лет. Активная молодежь провела флешмоб «Российский триколор». Ну а центральным событием праздника стало исполнение песни «С чего начинается Родина». Торжества по случаю государственного праздника Дня России в городском округе Люберцы прошли на 38 площадках. В Наташинском парке многочисленных гостей ждали различные выставки и мастер-классы для больших и маленьких люберчан. Своими руками можно было сделать сердце в цветах триколора и праздничные открытки. Россия для нас – это наш дом. И если все мы будем вспоминать об этом, то тогда мы, наверное, будем жить счастливо. На главной сцене поздравил жителей из Днем России глава городского округа Люберца Владимир Ружицкий. Мы любим нашу страну. Каждый из нас любит свою семью, своих друзей, своих близких. Вот эта любовь, она выражается в огромную страну, в державу Россию. Перед многочисленной публикой глава торжественно поздравил с Днем бракосочетания влюбленную пару люберчан, которые решили создать свою семью именно 12 июня. А также подарил подарки молодым родителям и вручил паспорта 10 юным люберчанам. Лера прямо из рук главы сегодня получила свой первый такой важный документ. Расскажи, как твои впечатления? Не, ну, конечно, это безумно волнительно и приятно, ведь не каждому удается получить свой первый паспорт из рук главы и в такой торжественной обстановке, в такой великий праздник. Знай, 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 мы этот город такой, Ему родится память, но лишь под счастливой звездой. Наш город, солнце за собой, у нас к победам ведешь. Твое богатство – это люди, это мы. Город наш вести, город наш великий, Любви систия и мою, между нами мы не знаем тем, Как и не сожжется и в огне. Яркие выступления артистов, песни, танцы и молодежный флешмоб сотни рук растянули российский триколор. А Люберецкий хлебокомбинат испек для люберчан особенный торт в цветах российского флага. Вишневые угощения размером полтора метра на метр кондитеры приготовили специально на День России уже во второй раз. А еще было мороженое. Ровно тысячу порций крем-брюле съели маленькие и большие жители городского округа Люберце. А потом отправились болеть за участников турнира по тайскому боксу. Им по пять лет и у них все серьезно. Насколько спортивные любятся, настолько спортивные местные власти. В этот день на искусственном поле торпеда состоялся футбольный матч между командами администрации и Совета депутатов. Во-первых, сплощение коллектива нашего трудового, как депутатского корпуса, так и руководителя администрации. Прежде всего это здоровье и здоровый образ жизни. Первый гол влетел в ворота администрации. Вячеслав Калинин ловко обошел вратаря противников. Ответного удара по воротам не пришлось долго ждать. Счет сравнял Владимир Ружицкий. Я забил, потому что игроки, с кем мы играли, они нормально пасуют, нормально пасы дают, нормально играют, нормально играют в нападении. Мне посчастливилось, мне дали пас, я забил. В нешуточной борьбе победу в матче одержала команда Совета депутатов. Счет игры 8-2. Завершился День России снова на центральной площадке в Наташинском парке. Самый массовый патриотический флешмоб идет сегодня в социальных сетях на протяжении всего дня. Пользователи исполняют известную песню «С чего начинается Родина» и выкладывают видео с хэштегами «12 июня День России. С чего начинается Родина». Кульминация этого события наступит ровно в 19.00. Жители всех районов Московской области соберутся на городских площадках, чтобы спеть песню вместе. В Люберцах запевает глава округа Владимир Ружицкий. С чего начинается Родина, с картинки в твоем углоре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может она начинается с той песни, что пела нам с того, что любых испытания у нас никому не отнялась.